На самом деле, в России было две силы, которые претендовали на реставрацию. Одна сила — это коммунисты, вторая сила — это спецслужбы. Я считаю, что я, например, недооценил силу спецслужб и их последовательность, и настойчивость в достижении, в получении власти. Ведь смотрите, как получилось, как произошло, интересно. Ведь после чего-то выбор был между Путиным и Примаковым. Я уже вам говорил, что Ельцин не марионетка, Ельцину нельзя было навязать любой выбор. Ельцин сам принимал все финальные решения. И мы столкнулись с ситуацией, когда финальным решением был либо Примаков, либо Путин. И я только могу сказать, что да, спецслужбы переиграли. Тех, кто пытался в России выстраивать реально либеральный демократический государство на этом этапе. Я по-прежнему считаю, что Примаков — это худший выбор по сравнению с Путиным. Просто то, что делает Путин дубины, Примаков делал бы скальпелем, и никто просто не заметил, как мы вернулись в авторитарное, тоталитарное, скорее всего, государство. Я действительно абсолютно искренне и последовательно поддерживал Путина. И при этом я еще раз хочу сказать, что считаю, что Путин проявил очень много серьезных бойцовских качеств для того, чтобы победить на президентских выборах. Например, с моей точки зрения, по своим взглядам, безусловно, для меня ближе тот же самый Виктор Степанович Черномырдин или Кириенко. Ни тот, ни другой не обладали волей, необходимой для победы на президентских выборах. К сожалению, так сложилась жизнь. Путин обладал этими качествами. Путин, безусловно, порождение системы, в которой он воспитывался, системы спецслужб, системы КГБ. При этом он все-таки человек другого поколения, нового поколения. И поэтому достаточно адекватно реагирует на изменяющийся внешний мир. При этом считаю, что путь, который избрал Путин для России, тупиковый путь, безусловно. Путин сегодня по существу во многом уничтожил главное достижение Ельцинского периода. Это возможность жить без страха. Сегодня в России опять страх давлеет над людьми, опять люди боятся. Открыто высказывают свою точку зрения, открыто отвечают на вопросы журналистов. Говорить по телефону, не опасаясь, что они будут записываться, и потом будут эти записи использоваться. И в этом смысле я считаю, что опять-таки не до конца был использован ресурс, который дали предыдущие годы реформ. В то же время были ошибки в оценке мощности, в оценке силы спецслужб.